Их клипы собирают миллионы просмотров в ютюбе. Им респектуют дуть. Недавно журнал Forbes назвал их номинантами рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет. Почему он цепляет? Мне кажется, потому что он честный и искренний. Мы реально нажрались и бегали по полю, да. Киски споют трахаюсь, а Манижа стесняется поцеловать мужчину первый. Но их общая черта – откровенность. Мне кажется, любой национальности женщине сложно взять и самой поцеловать мужчину. Ну и я вот как бы в этих образах, фантазийных образах это показала в своем творчестве, что возьми ситуацию в свои руки, сейчас дважды не случится. Если ты хочешь этого мужчину, иди к нему. Это говорит тебе восточная скромная женщина. Возьми и поцелуй. Сейчас дважды не случится. Еще 10 лет назад песни о реальной жизни, бытовухе, зажимах и комплексах оттолкнули бы продюсеров. Но сегодня у музыкальной индустрии новая экономика. Если музыкант не турил как бешеный, ему, скорее всего, было нечего есть. Потому что было время, когда компакт-диски уже отжили свое, а система цифровой продажи музыки еще не наладилась. Но сейчас есть музыканты, которые мало гастролируют, может быть, даже вообще не гастролируют, при этом неплохо себя чувствуют. И для того, чтобы получить шанс заработать миллионы просмотров, и рублей продюсеры не нужны. А нужно как раз обратное. Разрушить их шаблоны. Августин — это не образ, это мое имя, и это мои переживания, это мои живые эмоции, чувства. И я просто такая вот голая и безумная. Вы знаете, вот раньше на Востоке, вот особенно в Душамбе, в моем дворе, где я приезжала каждое лето, вот если ты что-нибудь не то сделал, вот нельзя, чтобы соседи увидели, или как-то неприлично перед соседями, или как-то нужно всегда нести лицо, и всегда нужно улыбаться, и всегда нужно про хорошее. Это, в принципе, была такая форма общества, что и в творчестве нужно всегда про что-то не показать, не проранить слезы, как бы, да, вот сила такая. И это привело к тому, что мы стали игнорировать то, что у нас у каждого, у каждого есть схожие проблемы. И стоит лишь только чуть-чуть открыть рот, чтобы о них говорить, и начинаешь видеть, как выливаются со всех сторон. Крылья прячу по привычке Я не до славянка, я не до тапшичка Ну кто эта девушка, которая, понимаешь, это та девушка, кем ты не стала в леопардной шубе? Нет, это та девушка, которая всегда внутри меня живет. Все, что я делала, я бежала от нее. Я стыдилась ее. Я стыдилась этих ярких украшений, этих платков, вот этого всего. Я стыдилась этого. Мне казалось, что это нельзя, что это неправильно. Стеснялась говорить с акцентом. Потому что мне казалось, что люди будут смеяться надо мной. Мне казалось, что этот акцент несовершенный, что надо говорить идеально по-русски. Что нельзя, эээ, вот это все делать. Ты это делаешь? Да! Я стала себе это позволять. А ты сочувствуешь мигрантам? Нам всем жизнь дает возможность развиваться и преодолевать трудности. Всем. Каждому. И если он сегодня заставляет еду, это не значит, что он завтра будет этим заниматься. Моя мама мыла дома богатых людей. Моя мама торговала майки в метро на черкизовском рынке. Она не стесняется этого. Она спокойно об этом рассказывает. Это была часть ее пути. Вообще черкизовский рынок отдельно появляется в твоем клипе. Практически. Это рынок Корвон, на котором я тоже фактически выросла в Таджикистане. Меня бабушка туда все время водила. Но ты же борешься таким образом со стереотипами восприятия других людей. Я просто не знаю, чтобы я борюсь с ними. Вот все, что когда... Вот каждый раз ты начинаешь чем-то бороться, это все плохо заканчивается. Это похоже на манифест. Я просто не живу в стереотипах по отношению к себе самой. Я пример того, как не стоит обращаться к стереотипам, к своим внутренним стереотипам. Которых очень много. И к тем, которые навязывают на тебя общество. Десять лет назад Манижа была совсем другой. Мы как-то поехали на прослушивание к одному очень большому продюсеру. И, посмотрев, сказал, ну, не знаю, ей надо похудеть, ей все неплохо, надо быть посексуальней, надо быть там, чтобы у нее трусы виднелись в буквальном смысле, чтобы юбка была короткая. Мне это не нравилось внутренне. Я этому сопротивлялась. Но, понимая, что как бы рынок этого требует, мы ее перекрасили, надели пачку ей красную, как она орала. Но продюсеру это очень нравилось. Вообще рукола научила меня тому, что называется истинный шоу-бизнес в России. И я была очень благодарна всем людям, которые меня тогда окружали, которые мне его показали, потому что это стало для меня точкой, от которой я стала двигаться к себе самой. Искренне желая подняться на лифт, они придумали тебе этот образ. Заботись о тебе, правильно? Конечно, да. Чтобы никто тебя не упрекнул в том, что ты другая. Да. Такие были правила. Если бы мы пошли по-другому, ничего бы не получилось. И, быть может, я была бы разочарована. Быть может, я вообще бы не захотела заниматься музыкой. Тот успех меня очень много бы научил. По крайней мере, я не желала вот этого бешеного успеха никогда себе. Я послушала песню «Пренебрегаю». Я ее вспомнила. Но ее невозможно было не услышать. То есть она где-то остается. Она действительно была везде. Были клипы. Она была на русском радио. Мы тогда все слушали радио еще. Не было каких-то альтернативных источников информации. И у меня тогда было ощущение, что ты новая Алсу. Какая-то богатая девочка, которая вот запела. Я никогда не была богатой девочкой. Это была адская мощная работа моей мамы. Это действительно был ближайший друг нашей семьи, инвестор, который дал нам денег на первый альбом «Рукколы». Это были мои партнеры Майя Серикова и Саша Никитин, с которыми я до сих пор, кстати, работаю уже в проекте «Манижа». И мы работали все с нуля вместе. Никаких у нас мегапродюсеров не стояло рядом. Но они вообще-то мегапродюсеры. Ну, я имею в виду, что они не позиционируют себя, как там, я не знаю, продюсерский центр Максима Фадеева. То есть это немножко разные берега. Это другие люди, у них другой подход, они свежие, они не боятся экспериментировать. Гонорары Манижа за выступление доходили до 10 тысяч евро. Но она сбежала. Я видела, что ее ломает, что вот она просто вот это делает, как она мне заявила. Ну, если вы так хотите, я сделаю. Я говорю, я не хочу этого, но так требует, ну, как бы общество. Общество нужно попроще, полегче. Два прихлопа, два притопа. Все там «люблю, не могу» и все. Все выходили из кризиса 2000-е годы. Все были уже уставшие от того ужаса, который пережили, от развала страны, от безденежья. И хотелось чего-то легкого, под рюмку водки, что-нибудь такое. Это требовалось, это было очень востребованное. А то, что она хотела, она, естественно, была не востребована. Но понимая, что я могу сломать ее, и по жизни она меня будет потом всегда говорить о том, что ну вы же этого хотели, я решила, что нет, я не пойду этим путем. Деньги я заработаю, какие бы они большие ни были. Но человек должен делать все с любовью. Мне помогла на тот момент мама. Она просто увидела умирающего ребенка. Она поняла, что так больше не может происходить. И самое ужасное, что дальше было еще хуже. Дальше я вроде бы оказалась на свободе, и все супер. И я должна была вроде бы, по идее, вспорхнуть, и писать песни, и делать все, что я хочу. Я пять лет ничего не делала. Язык уже не поворачивается пойти по тому списку вопросов, потому что ты, конечно, не инстаграмщица. Вот совсем. Но тем не менее, инстаграм, что он сделал? Он открыл окно, он... Ну он мне дал все, что я сегодня имею. Конечно, без моего труда, без труда моей команды, без этих песен, без слушателей, этого так же бы не случилось. Но инстаграм в свое время открыл, как ты сказала, окно к людям, которые стали меня принимать. Потому что меня очень долго не принимали. С моим жанром, с моим видением, с моим арт, всякими историями, связанными с клипами и так далее. И я почувствовала свободу в инстаграм. Я могла делать все, что я хочу, и общаться со слушателями напрямую, спрашивать, что им нравится, что нет. Ну я буду врать, если я скажу, что это случайность. Конечно, я прорабатывала, анализировала. Я очень много анализирую информации. Я помимо музыки погружена и в маркетинг. И я понимаю, как все устроено. Не в агрессивный маркетинг, не в маркетинг, который как бы обхитрит людей. Нет, а скорее, что сегодня у нас есть в качестве площадок, где я могу существовать как манижа, быть собой. Бреду фактически придумала музыкальные видеоколлажи. В пять часов утра, когда уже истощенный организм, когда ты уже не знаешь, что ты делаешь с твоим творчеством, когда ты просто понимаешь, что либо сейчас нужно заканчивать со всем этим, либо найти какое-то новое решение. И вот оно нащупалось решение сделать видеоколлаж. Я была первым человеком в мире, который сделал видеоколлаж. Концерт Манижи в Крокусе собрал тысячи фанатов. Но для продюсеров старой формации, таких как Дробыш, который мыслит стадионами, это не уровень. Он может быть очень популярен вот так вдруг за счет этого. И могут клубы ломиться. Но вот того, чтобы по стране, еще раз говорю, Россия и Москва, это две немножко разные. Вот когда артист выезжает и выезжает за пределы, ну не Садова, а все-таки МКАДа, то тогда уже у людей возникает вопрос. Там 300-500 рублей, все-таки купить бутылку водки или лишнюю канистру бензина, или молока, или билет на кого-то. Вот здесь уже идет выбор. И вот здесь люди как-то решают. А если они идут еще семьей, то иногда они могут сходить только лишь там на одного артиста. Может быть, в месяц, а может быть и в год. Цифровой успех Манижа кажется ему пузырем. Потому что население в России не ходит с айфонами и не пользуется Инстаграмом. А Ютюб за МКАДом еще долго не заменит первый канал. Вот мы просто были на программе Маргулиса. Как раз она была после нас или до нас тоже. Я слышал очень много от музыкантов, лестных отзывов про нее. Мы как-то параллельно были. Даже хотели ее позвать в концерт Николая Носкова. Вот я работаю с Николаем. Мы сейчас думаем там про дуэты, еще про что-то. Я понимаю. Я вот вижу. Как-то я их даже там сравнивал в плане, что вот она певица, он певец. Как-то рядом мы оказывались несколько раз. Вот у Николая есть «Я люблю тебя, это здорово». Она меньше, я не согласен. Бэнк. И вот все. Вот есть те песни, которые людей заставляют вставать и дружно в количестве пяти тысяч, тысячи, десяти тысяч. Они будут петь «Да, я люблю тебя, это здорово». И зажигалками водить там или телефонами. Вот это уже свершилось, и это уже никуда не денется. Это произойдет через десять лет. Дай бог здоровья. А вот Маниже надо еще такие песни придумать. И вот если она их придумает, она в состоянии будет говорить «Тула, я не вижу ваши руки». А если не придумает, ну тоже будет хорошо, но не так. На самом деле экономику музыки очень сильно поменял стриминг, который к нам пришел в первой половине десяток. Но вот в семнадцатом году, когда ВКонтакте, самая большая социальная сеть в России монетизировала музыку, это, конечно же, просто было взрывом. Но поменяло расклад сил, потому что эти тверь, молодые музыканты, которые внутри этой платформы обитали, они получили возможность за свои песни, за свое творчество получать деньги и, в принципе, ощутимые деньги. Как я знаю сейчас, доходы от Apple Music и от ВК, они, в принципе, сопоставимы. Про стадионы тут немножко по-другому работает логика, потому что одно время у музыкантов просто не было другого источника дохода. И то есть, если музыкант не турил как бешеный, ему, скорее всего, было нечего есть, потому что было время, когда компакт-диски уже отжили свое, система цифровой продажи музыки еще не наладилась. Но сейчас есть музыканты, которые мало гастролируют, может быть, даже вообще не гастролируют, при этом неплохо себя чувствует вот артист Оксимирон, который последние, по-моему, пару лет, если не ошибаюсь, дает по одному или по два концерта в году. То есть вообще по два концерта. Вот в прошлом году, по-моему, он даже не давал концертов отдельных, а выступал просто на фестивале. У него был один фестивальный сет, и вроде бы он не жалуется на жизнь, все у него хорошо. Кис-кис, как будто в лифте проехали проблемы Манижи. Они не сталкивались с продюсерами, просто потому что младше. Алина и Соня в творчестве сразу были только собой. Не, мы просто... У нас в беседе общий такой угаршал, мы даже в Инстаграм сделали пост, второй он или... Да, второй или третий, типа, как х**но проснуться знаменитыми или что-то типа того там было написано. Ну, по факту просто мы как бы обе проснулись, протерли глаза там. Я в общаге, пошла потом в универ, Алина тоже пошла на учебу, там сидишь на паре, думаешь, какого хрена. Пока что со мной никто не фоткается вообще. Да нет, на это все шутки, но все равно в первые недели релиза нам начали поступать всякие предложения от лейблов, от каких-то... Как это называть? Ну, от всяких лейблов, да. Продюсеров, там, вот этих всех. И я помню, что я сидела на паре и смотрела сообщение, и там типа, такой-то лейбл, у нас для вас предложение. Я думаю, б**ть, что они могут дать? Кто это? Что такое лейбл? Он нужен, и можно материться. Когда он у Володи, нам на самом деле Котлеров респектнул, было очень приятно. И когда группа Луна тоже, мы с ребятами сейчас очень хорошо общаемся. Мы были на съемках для Адидаса, и там пришел Ваня Нойс, мы с Соней там выросли на его песнях, и мы подходим, типа, здравствуйте, вот мы хотим, он такой, ой, девчонки, ну что, в тур поедете? И мы такие, я видела там у вас 50 городов, мы такие, он все знает, кто он, мы такие. Да, байд такой. Я не перестал, тебе это повторять, в стартах я просто тратную стараюсь, на два-демного летят и завязывая, но уже только в коробке печка любовь, я от этого погреба вы. Они поют про секс, бухло и члены в личку. Открыто и искренне. Слушай, мы потратили на него, наверное, тысячи три-четыре. В нашей смете оказалось буквально там пять пунктов. Это картриджи для полароида, которые полароид Соня стрельнула код в общаге. Алкоголь? Алкоголь. Это бутылка вискаря. Пицца, которую мы перекусили. Все, что ли? И что-то типа... Ну, на бензу, по-моему, у нас было там. Мы скидывались. Я не помню. То есть это все там... Все. Нет, бухло, пицца, все. Так смотришь клип и очевидно, что это очень просто снято. Но почему он цепляет? Мне кажется, потому что он честный и искренний. Это не снято, как будто бы... Вот давайте вы, короче, типа школьницы и типа вы такие по полю бегаете. Мы реально нажрались и бегали по полю. Там есть кадр даже, где я падаю жестко, я там ломаю себе потом ноготь. Мы реально были пьяные. Мы даже думали не отсматривать кадры, потому что в один момент мы поняли, что, наверное, там вообще смотреть нечего. Но потом, когда получился клип, опять же, у нас сидел гитарист с оператором и они подбирали кадры, какие лучше. Выросло поколение людей, у которых уже интернет был в жизни как данность, которые знали, где находить музыку, которые были наслушаны, образованы и, в общем-то, как сказать, подкованы в этих вещах. Да, мне кажется, интернет нас всех сделал чуть-чуть специалистами в каждой из областей и музыки это в первую очередь касается, потому что молодые музыканты слушали очень много разной музыки, которая стала доступна благодаря интернету и это в какой-то степени, конечно, тоже повлияло на их развитие и на становление жанра. Ну, какие-то музыканты естественно, были дилетантами, то есть люди, которые пришли в музыку, ну, может быть, не имея какой-то подготовки. Условно говоря, человек не ходил в музыкальную школу, не умеет играть на инструментах, но это не мешает ему записывать музыку, как-то опробовать себя в ней. Это, естественно, не все были люди с крутым бэкграундом, которые там посвятили этому не один год, а десятилетия, но были и вот такие крутые молодые чуваки, которые просто врывались буквально с улицы, но иногда в самом прямом смысле с улицы. Барабанщица Алина выросла в Петербурге. Отец Алины музыкант группы «Секрет» Евгений Олешев. Моя любовь на пятом этаже, почти делу нам. «Секрет» прорывная рок-группа, которую в СССР полюбили за сходство с Битлз. В 86-м «Секрет» выпустил дважды платиновый альбом. Отец Алины в 80-х сам взрывал мозг аудитории, но теперь не понимает, в чем прикол музыки его дочери. Это маты, это плохо, несмотря на то, что мы все ругаемся матом в обычной жизни, даже с родителями. Это алкоголь, это сигареты, и вот зачем, и ты меня позоришь. Ты присылаешь мне в личку шлем, скажи, зачем, зачем же мне на него смотреть, прошу ответ. Представь, ты молоды, на все друзья моя семья, и что на это скажет моя мать, ну что опять поможет. Родители Сони не музыканты, но они тоже искренне недоумевают, ради чего ребенка с малых лет водили на вокал. Да, 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 это все из-за того, что изначально они не были готовы к этому, и они не понимали вообще, почему ты поешь типа об этом. Ну потому что это не принято, видимо, в среде людей, их возраста, и это считается табуированными темами, то есть в принципе там секс, алкоголь, что-либо, что считается пороками, не должно быть вынесено на все общее обозрение, то есть ты должен представляться максимально хорошим и ничего более. Ну я не скажу, что мои родители меня поддерживают в этом, просто мы сейчас с ними не общаемся на тему творчества вообще. Ну то есть я говорю по факту, там я допустим поехала в тур или поехала на концерт, как бы дальше мы особенно не общаемся. Мне иногда мама почему-то дает совет на тему того, как общаться с фанатами. Не знаю, видимо она разбирается больше в этом. Короче, берешь, пошлешь зигзага. Если первые клипы были дерзкими и позитивными, то через год после старта Кискис выпустили клип социальную драму о насилии в семье. Молчи, когда вы хоть на сет мою телку кричи, когда в подъезде снова кто там мрачно торчит, когда в квартиру напротив приезжают врачи, эта песня скучит, моя песня скучит. Ну ты же понимаешь, что сейчас мы не будем рассказывать тебе про то, что там вот моя тетя, там не знаю, мой дядя вы***ет, мою тетю, грубо говоря. Там таких историй сейчас не будет, потому что если это и есть, то это очень личные вещи. Просто песня это образ, который дает человеку понять, что не с ним одним такое происходит. Вот. И поэтому люди смотрят на это уже другими глазами после того, как послушали трек. Что мотивирует писать подобные песни, наверное, всех нас мотивирует жизнь. Жизнь и жизнь, которая и наблюдается в таких песнях. Если внимательно следить за этим миром, то можно заметить очень много несправедливости, которые нас окружают постоянные, которые, естественно, хочется как-то поправить, обратить на них внимание, чтобы как можно больше людей не принимало это как данность, а старалось это исправить в своей жизни. Естественно, просто все это мотивирует, когда ты начинаешь замечать и смотреть с открытыми глазами на мир. Это как-то сильно изменило вашу жизнь именно с этой точки зрения? Я могу сразу за себя сказать, что это первый раз во мне проснулось чувство, что я могу сама себя обеспечить и ни от кого не зависеть. Я жила с родителями сначала, и потом мы переехали с братом в отдельную квартиру, вот сняли с ним, как раз нашел вписка, там мы с братом живем, то есть у нас двушка, а потом ему стало немного там сложновато уживаться с котом, вот, и поэтому мы решили с Хосанаксом съехаться и жить уже как полноценная пара. Ну, так получается, вот до лета этого года 2019-го я жила в общаге, вот, и только потом, наверное, вот, это основной пункт в статье моих расходов. То есть твой путь таков-то жила в Кургане, приехала в Питер, научилась правильно жила в общаге, и, ну, как бы, группа кис-кис, все, и, ну, наконец-то отдельная комната. Отдельная комната. В новой системе координат первый канал уже не игнорирует фрешманов, так называют артистов с интернет-биографией. Сейчас пойдем посмотрим стейдж-план, как там нам выставили. Я знаю, знаю. Распечатали наклейку кошки. Чтобы привоз тут на пластик. Дибокс немаловажная вообще часть нашего коллектива. На самом деле на интрухе мяу записывала Дибокс. Зато артисты игнорируют телек, он почти не дает трафик, поэтому не очень-то интересен. Появление на вечернем урганте сравнимо с получением почетной грамоты. Просто в отличие от представлений о популярности нет такого, что там, не знаю, как в 90-е ты появился в прайм-тайм вот в этой передаче и все, тебя все узнают. Нет, это все работает вкупе, ты где-то там, где-то там, друзья вроде говорили про кис-кис, и вот я вроде уже знаю, что есть такая группа, но я не знаю их лиц, вот увидел по вечернему урганту, теперь я понимаю, как они выглядят. Примерно так. Это не работает, как типа на одной передаче ты побывал, и все, тебя уже везде узнают. А как вы понимаете, что вы идете правильной дорогой по рейтингам или по отзывам, что вот именно вот такая должна быть программа и вот такие артисты новой волны должны появляться у вас? Тут вообще момент такой, потому что вопрос именно выбора, он конфиденциальный. То есть мы от лица редакции, я представитель редакции, потому что не я лично решаю, что будет в эфире, а что нет. Это решает редакция, и там много моментов, но я как бы как ее представитель общаюсь с артистами, и тут какие-то критерии, они конфиденциальны. А в плане какой-то правильности или неправильности я могу сказать, что нам кажется самое классное, вот когда зовутся новый артист, и самый классный момент, это если артист путем выпуска виральной песни, увеличения охвата аудитории личной, или там чего-либо еще, ну в общем есть какая-то причина, по которой артист становится востребованным, более востребованным, чем до появления этой причины. и вот если программа Вечер-Дюргант показывает этого артиста вот именно в такой момент, вот после появления такой причины, что добавляет ускорение к этому закручивающемуся вихрю успеха, который вытаскивает артиста из нижних слоев в этом плане в верхние слоя видимости для аудитории, ну вот это вот идеальный в этом плане момент, что если вот артист получает ускорение, а мы как дополнительный катализатор здесь выступаем, вот это вот наверное лучший момент в плане именно показа новых артистов. Многие артисты ошибочно считают, что попадание Вечер-Дюрганта есть причина такой популярности. Нет. Это следствие. Это следствие популярности, да. То есть сначала что-то происходит с вами, что вы становитесь востребованнее чем прежде, а потом уже... Ты где-то работаешь еще параллельно с творчеством? Или... Это... Так это и есть работа моя. Как я... Еще продавщицы в магните подрабатываю параллельно. Да. Возможно все. Ну бывает. Подмываю полы. У себя рядом магазинчики против. Почему ты живешь именно в Петербурге и как ты тут живешь? Потому что я сама вообще родилась в Норильске. Это маленькая северная провинция. Наверное, как у нас положено, амбициозным людям уезжать в столицу. В данном случае, так как я севера, я переехала в северную столицу. Вот здесь мне хорошо. Продавщица в магните, профессиональный дирижер, а в прошлом артистка балета. В декабре 2019 года она выложила во ВКонтакте демо-версию «Папа Север». А уже через пару месяцев слушатели собрали ей деньги на клип. Словно птицы Папы Севера Словно птицы Папы Севера Итак, а сейчас мы посмотрим и разберем мою первую видеоработу, точнее, видеоработу моих друзей, открытых, клип «Папа Север». Моя первая авторская песня. Я включаю. Мне очень нравятся первые кадры этого клипа. Придуманы, кстати, они Артемом Емельяновым. Мне кажется, он учел мои пожелания и сделал такое очень интересное интро, которое, в принципе, наверное, имеет отношение к самой песне. Очень нравится мне этот шум и очень нравятся мне первые кадры. Вообще, наверное, весь акцент этого клипа сделан на моей пластике, такой очень не свойственный и естественный пластике моих рук. Очень нравится мне, как Артем добавил ткани и драпировки на фоне, значит, на фоне меня и как мое тело в этой, во всей ткани себя ведет. Мне тоже очень, кстати, нравится. Это очень оригинальная, мне кажется, идея. В целом, как будто бы движение драпировки, движение ткани как-то очень перекликается с движением и пластикой моих рук и, в принципе, наверное, даже где-то слышен тембр голоса в этой ткани. Также вот дизайнеры дали такую интересную кольчугу, какие-то цепи, потому что они тоже очень откликались на движение моего тела. Вообще, весь клип мы сняли, кстати, за 12 часов всего. То есть, в принципе, за такой короткий промежуток мы управились и сняли такую замечательную картинку. Какой был бюджет клипа? Бюджет клипа был, кстати, небольшой. Мы собрали 50 тысяч рублей всего за 455 тысяч рублей. Ну, в общем, бюджет был, на самом деле, достаточно небольшой для того, чтобы мы смогли снять такую картинку. Но я довольна. То есть, в принципе, чувствовалось. Опять же, весь упор был на талант, на руку оператора и дизайнеров. И у нас все получилось благодаря тому, что все такие одаренные оказались ребята. За неделю у клипа 11 тысяч просмотров. Это, конечно, не успех кис-кис, но про продавщицу Августин уже написала издание The Village. И теперь она и дальше готова заниматься творчеством. Августин — это не образ. Это мое имя. И это мои переживания. Это мои живые эмоции, чувства. И я просто такая вот голая. Голая и безумная для кого-то, может быть. Вот. Свободная. Я, наверное, могу сказать, что я свободная. Никак не идентифицируя себя в гендерном плане. То есть моя идентичность свободная от всяких предрассудков. Вот так вот. Но это называется, если вам угодно, небинарная персона. Человек в небинарности. Вот так вот. Любой. Это касаемо искусства, культуры, гендера. Чего угодно. Хотя бы Ваня Урган должен посмотреть этот клип. Обязательно. Все-таки такие талантливые ребята это все делали. Должны, да. Это знаменитости должны, безусловно, оценить данную работу, я считаю. Вот такую нашу. Ежедневно в ВК, Ютубе и Саундклауде появляются тысячи песен. Что из этого талантливо, а что нет, тупо контент определяет саморегулирующаяся среда. Дизейлайки. Механизм довольно точный. И мы уже увидели запрос на протест в музыке, на свободу слова. Но можно отметить еще кое-что. Это песни о себе не идеальных. И чем откровеннее музыкант, тем выше его шансы на успех. И без продюсера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА